Добро пожаловать в Warface, братишка! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин. Разработчики Warface в очередной раз устроили свои дневники, и вы знаете, мне уже не терпится взглянуть на них, как я думаю, и вам. Давайте посмотрим и пообсуждаем, что же они нам готовят. Ну давай, поехали! Приветствую вас, уважаемые игроки, и с радостью хочу представить новое оружие Howa Type 89 Custom для класса штурмовик. Автомат разработан фирмой Howa Missionary Company, по запросу национальной обороны Японии, и ни разу не поставлялся на экспорт. Для многих солдат эта пушка прям как целый меч самурая. А как вы знаете, японцы к своим личным вэпонам еще с древних времен относятся с величайшим уважением. Вот и мы решили проявить уважение к ним и сделали свою кастом версию этой невероятно харизматичной штурмовой винтовки. С визуальной стороны мы заменили многие элементы дизайна самого оружия, установили более современное цевьё, подобрали красивый приклад, сделали несколько авторских накладок на магазин и конечно же добавили уникальные модули. Особого внимания... О! Коллиматор! Нормальный коллиматор! Наконец-то! Разработчики до вас дошло. Что не надо делать мушки как на сцене. Не надо делать, не знаю, десятикратный прицел на штурмовую винтовку. Это все не нужно. Коллиматор. Народ как бы уже все объяснил давно. Глаз народа. Глаз божий. Это работает. Рачки-хэдшотики. Все прямо отсюда происходит. Всю жизнь люди пользуются. Что? Тругла. Эй, вот Эйч. Вот это все. Вот такая классика такая. Вот. 1.2, 1.3 кратность. Ну, 1.4. Максимум 1.5. Ну, все. Вот. 1.2, 1.5. Вот такая кратность. Коллиматоры простые. Не надо, чтобы они сильно там загораживали обзор. Все сочненько. Все как бы вот по нормальным таким вот рачковским стандартам. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Кстати, обратите внимание. Маркер прицела голубого цвета. У нас были маркеры. Красные, желтые, зеленые. Теперь будет голубой. Посмотрим, насколько он хорошо вживется, так сказать, в геймплее, в игру. Не будет ли он случайно сливаться на многих картах с текстурами. В общем, поглядим. Но пока что вот этот прицел выглядит очень годно. Серьезно. По-моему, у него чуть толще края, чем у этого у Тругла. И это классно. Это офигенно. Вот этот чуть-чуть больше толщины, чуть-чуть как-то больше выделенности. Это только на пользу пойдет. Это охренеть. Это вот в перспективе должен быть самый лучший коллиматорный прицел в игре. Если, конечно, разработчики не подведут. Но я надеюсь. Служивает коллиматорный прицел. Он просто невероятно комфортный. Помимо ее эстетических прелестей, не стоит забывать про технические характеристики. Кстати, вот эстетические прелести. Обратите внимание. Вот просто обратите внимание. Эти вот золотые заклепочки. Вот эта вот вся узорность, красота. Прямо вот, понимаете, вот это сочно. Вот это сакура. Это, по-моему, сакура, да? Нарисованная. Вот я понимаю, вот это действительно золотое оружие. Действительно, вот знаете, эксклюзивность чувствуется. А не как у нас обычно берут. Берут пушку, золотым дождем оросили. Все, вот вам золотой ствол. Держите. Это не то. Вот это действительно нормально. В плане дизайна, в плане художественной части вообще никаких претензий пока что вот к этому оружию нет. Ну, то есть художники, дизайнеры реально красавцы. Реально молодцы. Вот всегда надо так работать. Всегда. Вот тогда будет действительно сочно. Которые, я думаю, впечатляют очень многих игроков. Это новый конкурент для таких флагманов, как Брен, АК-12 и F90. И не просто конкурент, а, так сказать, целая угроза. Ведь у оружия самый большой урон из вышеперечисленных. И при этом очень неплохая точность. Да, конечно, в угоду баланса есть и минусы. К примеру, у того же Брена выше скорострельность. Но перечислять все плюсы и минусы я... Нет, все плюсы и минусы, дорогой мой, ты назвал самый главный минус. Темп стрельбы. Объясняю, разработчики. Вот ваши эти расчеты, time to kill, вот эти ваши статистики. Знаем мы ваши статистики, мы это все видели. Вот эта ваша статистика, да. KillTech не имба, снайпер не имба. Не CMPX не имба. У вас все не имба. Ну а как бы ваша статистика, она самая статистическая статистика в мире, поверьте мне. Вот. Как оно в реальности? Что такое темп стрельбы для штурмовой винтовки? Поймите, темп стрельбы это шанс попасть в голову. Как ни странно, да. Как бы это бредово сейчас не звучало. Это как, при чем тут темп стрельбы попасть в голову. Очень важно. Объясняю вам, дорогие разработчики. Когда ты играешь штурмовиком, вот что такое штурмовик? Штурмовик это хэдшот. Если ты не ставишь хэдшот, то у тебя должна быть пушка а-ля беретта. То есть ты можешь тупо в тело вжать. Если ты в тело не жмешь, ты можешь гарантированно выиграть противника только при помощи хэдшота. Только при помощи хэдшота. Это твое главное, как у штурмовика, преимущество. Твой хэдшот дальше, твой хэдшот длиннее, так сказать, чем у инженера. С помощью хэдшота ты можешь убить медика на ближней дистанции, снайпера на любой дистанции. Ты красавчик именно в плане хэдшота. Штурмовик это класс, который требует самого высокого скилла по стрельбе. Это самый тяжелый в стрельбе класс. Тяжелее, чем снайперы, поверьте. Тяжелее. Потому что снайпер, он эффективен при попадании в любую часть тела. Просто сама стрельба чуть сложнее, да, так, но с ней привычки. Но штурмовик, он по-настоящему на 100% эффективен только когда попадает в голову. Если штурмовик не попадает в голову, то опять же, либо у него беретта, либо он хреновый штурмовик. Но если у оружия темп там 610, 600, 620, ты ведешь трекинг. Что такое трекинг? Трекинг это так называют по-английски, да, трекинг. Ты преследуешь цель зажимом, стреляешь, пытаешься в голову попасть. Человек подкатывается, человек прыгает, человек бежит. И ты, мансует там, с рейфами ходит. И ты пытаешься своим прицелом стабилизироваться, попасть на его голову. Ты зажал и попадаешь, да? Так вот, если у тебя темп низкий у оружия, то ты, прямо вот можно записать видео и в замедленной съемке посмотреть. У тебя вот ты наводишь прицел, прямо маркер, на голову, но из-за темпа, именно из-за темпа, противник успевает немного сместиться. И у тебя получается, фактически, ты вводишь маркером прицела по голове противника, который там стрейфится, подкатывается, прыгает. А пули не успевают, то есть из-за темпа ты то левее, то правее, ты всегда промахиваешься. Когда у тебя темп хороший, хороший темп для штурмовки, я считаю, для такой топовой, это на уровне тайпа или выше, то есть 640. Когда ты стреляешь, ты ведешь, ты маркером прицела по башке провел, противник упал. И так и должно быть. Почему инженерам легче ставить, вот мне сейчас намного легче играть, легче ставить мозголомы? Потому что темп высокий, темп там за 700 единиц, ты просто вот маркером вот так вот зацепил по головке, провел, бах, противник упал. Потому что темп высокий. С высоким темпом легко попадать в голову, с низким темпом в голову попадать проблемно. А штурмовик это класс, который живет за счет того, что он попадает в голову. Если штурмовик не попадает в голову, это не штурмовик. Поэтому это решение, не знаю, не самое лучшее. Разработчики, если, конечно, у вашей пушки будут руки, ноги, тело, множители 1 на 1 при очень высоком уроне, то тогда да, там уже и на темп насрать. Она будет спиливать просто все. Но пока что в перспективе я смотрю очень, скажем так, скептически на данное оружие. Просто учтите это. Темп решает, отвечает темп, очень и очень многое означает в этой игре. Я смысла не вижу. Важны ощущения от пушки. Комфорт при геймплее и прочее. А для этого темп нужен. Ну, не знаю, посмотрим. Пока что вот первые пушки плюс только за коллиматор. В игре появится новая пушка. Ахахаха! Вон она, пушка сзади, сука! Вон она, я сразу вижу! Нагиб! Да, нагиб! Сразу видно, ребята, вот видите, это четкий, охрененный, сочный чертеж сзади. Это наши разработчики. Иван Беличенко, красавчик, дай я тебя обниму. Блин, ты так настроен, ты мой день сделал. Ты вообще лучший контент-дизайнер. Сразу видно, наш человек. Просто вот можно конкурс устроить. Конкурс определить по чертежам, по наброскам разработчика, из какой он конторы. Посмотрите на этот чертеж. Этот прицел как телескоп. Этот магазин яйца снизу. Сама детализированность прорисовки. Сразу видно. Это не разработчик Валоранта. Это точно люди не из Триарха, не из Инфинити Ворд, вообще не из компании-корпорации Activision Blizzard. По-любому. Это делал не Valve. Тоже, сразу. Это не Valve делали 100%. Это делали не разработчики Варвотча. Это не Бесезда делала. Кто они такие, сука? Вы посмотрите на качество телтежа. Это мог сделать только человек, который работает в Blackwood Games. Это наш человек. Это качество. Это сок. Это прямо виды. Гениальность. В каждом, в каждом штрихе. В каждой линии. Просто, на, веет любовью. В крайнем случае, ну, может быть, из Battle State Games разработчики Таркова такое могли сделать. Больше никто, ребят. Без шанса. Вот. Я надеюсь, разработчики не обижаются. Но это шутка, конечно, да. Иван, я шучу. Ну, просто, я знаю, когда понимаешь, что ты говоришь. Новое оружие, сука. И за тебя, бля, вот это. Это прямо так сладко. Ты мой хороший, ребят, любимый. За нагиб. Так. Ну, блин, это войдет в историю. Это просто мой день. Сделал это классно. Просто так, сука. Я в детстве так рисовал. Заканчивай некрасиво. Он не обидится, что нормально все равно. Да, они ее продадут. Продолжаем. Конечно, полностью новую ее не назовешь. Ведь она сделана на основе всем из... Да, разработчики, ну, чё, блин, ну, просто не надо. Никогда не отмазывайтесь. Полностью новую не назовешь. Мы свои люди. Мы играем в вашу игру, блин. 7-8-9 год какой-то. Уже пошел, я уже запутался, сука. У меня вся жизнь уже Warface-ом стала. Серьезно, ну, разработчики. Ну, не надо говорить, не надо. Не припедняйтесь. Мы, в принципе, знаем, как вы работаете. Из говна, из палок слепили, из старой пушки, новую. Нормально. Меня устраивает. Меня, честно, мне вообще дается. Это нормально. Главное, чтобы нагибало. Известная ACR-CQB. Да. В предшествии без... Она отличается большим уроном и боезапасом. Но хватит за это худшей отдачей и меньшей скоростоятельностью. Кроме того, она может похвастаться уникальными модулями. Глушителем, ручкой, коллиматором и четырехкратным оптическим прицелом. Зачем четырехкратный оптический прицел на пистолет-пулемет? Если учитывать то, что она плюс-минус старая ACR-CQB, но, насколько я знаю, у нее там более-менее стабильный ваншот голову на малых дистанциях. Но, опять же, на малых дистанциях. То есть, это не снайперская винтовка. Нахрена ей четырехкратный прицел? Разработчики, я не могу понять. Ну, вы все, какие у вас там косяки, серьезно, вот в этом плане? Без обид, ну, ребят, ну, серьезно, ну, кто будет с четырехкратником играть? Зачем? Зачем четырехкратный прицел на пистолет-пулемете, блин? Я не могу этого понять. Мне вообще, у меня просто в голове не укладывается. Ну, давайте четырехкратник на дробовик добавим. А что нет-то, бля? Будет, сука, пылесос такой бегать. Сейчас принесу. Вот, представим, что, сука, это дробовик, бля. И тут еще... Нет, это дробовик снизу, а это прицел только с дробовика. Вот такой бегаешь и херачишь, сука. Пиу-пиу-пиу. Ну, это, блин, это гон. Я не знаю, зачем четырехкратный прицел на пистолет-пулемет? Бахуй просто. Еще один важный вопрос. А в какой будет, так сказать, категория эта пушка? Это явно не донат, золотой версии не показали. Может быть, поставщики? Легендарная ветка? Ну, блин, если это будет так, то плюс-минус, если она так CQB только с ваншотом в голову, блин, это будет достойно. Серьезно. Ну, это будет неплохо во всяком случае. Так что посмотрим. В всяком случае, пока что я очень на это надеюсь. Мои обочтения такие. Здравствуйте. Игра началась с выстрела в голову, да еще и ваша. Пушка подвела, вы не успели моргнуть. У нас есть решение, которое обострит вашу точность несколько десятков раз. Кстати, очень красивая пушка. Кстати, тоже не донат, опять золотой версии не показывают. Почти наверняка не донат, ребят. Это либо сборка, но сборка вряд ли, потому что у нас еще кинетики никто не собрал. Так что, судя по всему, что ППХ, что вот эта пушка пойдут в легендарку. Либо какие-то компендиумы, там события, не знаю, там ивенты маленькие. Но пушки реально очень так хорошо выглядят. Мне нравится, реально. Вот эта пушка выглядит очень достойно. Очень достойно. И я на ней сразу подмечаю классный калиматор. Но интересно, какой кратности. Вообще, чем-то мне Люполь пока напоминает. Раз и сделать вашу игру не забывай. Вашему вниманию представляется М4 Кастер. Это М4 Кастер? Разработанная на базе М4А1. Вообще нагиб. Низкая удача, качественный обвес, отличные темпы среды. Ничто не ставит вас равнодушным. Желаем вам удачи и побольше памятных побед. Спасибо. Так, выводы. У нас будет новый донат на штурма. В перспективе пока что, ну, судя по тому, что сказали, мы скрытых татаха не видим. Опять же, если будут повышенные какие-то множители очень сильные, то да, эта пушка поможет штурмовику встать с колен и гнуть и инженеров и медиков. И все будет нормально, будет баланс. Да, как бы баланс на дисбалансе, ну, как бы хоть какой-то баланс. Но пока что у меня сомнения. Пока есть мнение, что ничего сверхъестественного она не покажет. И, в общем, не будем загадывать. Увидим на ПТС, потестируем и поймем. Что касается инженера, все понятно. Это явно как бы аутсайдер. Это оружие а-ля легендарная ветка. Я надеюсь, там она и будет. Было бы неплохо вообще дальше работать над веткой. Это было бы здорово, а почему нет? И вообще многие пушки из ветки вообще можно выпилить. Поместить их, не знаю, даже куда. Какие-то дефолтные М4, которые вообще нафиг сейчас никому не нужны. А всякое вот это вот то, с чем люди фактически не играют. Даже новичкам, даже нубам, которые первый раз зашли в игру, надо давать что-то более нагибное. Более нормальное. Вообще половина пушек можно из ветки поставщиков выпилить и заменять потихоньку чем-то новым, сочным, классным. Это было бы здорово. Я только за. Что касается второй штурмовки М4 кастом, ну я надеюсь, что это тоже поставщики. И я очень надеюсь, что она не подведет. И она будет не хуже, а то и получше, чем Саша Грей, та же и ВИЧС. Это было бы здорово. В любом случае, в каких категориях будут эти две пушки, мы узнаем. Ну, с Хова Тайп все понятно, золотая версия. Тут наши разомочки какие-то. Что тут говорить-то вообще молодцы. Вот. Поскорей бы запустили ПТС. Разработчики запустите уже. Ну реально хочется ПТС. Только не надо вот это вот дозированно еле-еле кое-как. Давайте сразу все три пушки. Новую эту спецоперацию. Там все по сочнику, чтобы прям глубоко и надежно. Новую карту сразу там на штурме у вас там Blackwood. Все сразу загружайте, блин. Полнарода на ПТС. Я там с удовольствием. Реально хочется на ПТС время провести. Прям кайфануть. Контент новый. Прям настроение поднимается. Жить хочется и в Warface играть. Поскорее. Так что давайте. Поскорее. Запускайте ПТС. Вот. Ну а вам, дорогие зрители, что я могу сказать? Братишки. Ну ждем, ждем. Может быть штурмовик все-таки, кто знает, встанет с колен. Очень жду новую спецоперацию. И вот эти три пушки в принципе заслуживают интереса. Первые заслуживают, потому что это будет донат. А две другие заслуживают, потому что хотя бы интересно, откуда их поместят. Да. Но в любом случае, если данное видео вам понадобится по каким-то причинам, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Без этого, ребят, ну просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.